Украина продолжает получать оружие от западных партнеров. Неспокойная ночь выдалась на военном аэродроме во временно оккупированном Крыму. Россия несет огромные потери на фронте, а в Кремле делят кресло о том, что кому досталось сегодня в теме дня. Здравствуйте, в студии Юлия Капитонова, мы начинаем. Темп российского наступления на севере Харьковской области, похоже, замедлился за последние 24 часа. Одна из причин – большие потери россиян, считают аналитики Института изучения войны. Цель оккупантов, по мнению аналитиков, не проникнуть вглубь региона, а создать буферную зону вдоль границы. Под угрозой Сумская область, ее могут попытаться атаковать войска РФ. Однако значительного масштаба подобная операция врага не получит, считает военный эксперт Дефенс Экспресс Иван Киричевский. Придется отталкиваться от первых слов главы Гурбуданова, который очертил сценарий, что, вероятно, еще 3-4 дня россияне будут пытаться атаковать на Харьковщине, чтобы растянуть линию обороны ВСУ, и дальше враг попытается атаковать на Сумщине. Но можно сделать поправку на то, что если россияне действительно пойдут атаковать на Сумщине, то боевые действия будут иметь меньший масштаб потому, что там россияне сосредоточили группировку где-то 10 тысяч штыков. Пока Россия полагается на так называемые мясные штурмы, не жалея своих солдат, Украина делает ставку на новое мощное оружие, которое этим летом обещают передать Соединенные Штаты. Как заявила бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, речь идет о дальнобойном оружии. Также военную помощь Киев получит и от Германии, на которую в 2024-м заложено более 7 миллиардов евро. А еще немцы обещают передать уже третью систему Патрио для защиты украинской территории от российской агрессии. Так, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, «Это решение далось нам нелегко, потому что у нас их не так много, но это было важно сделать. Мы надеемся, что другие европейские страны последуют за нами». Защищать Украину будут и системы противовослушной обороны АРСТ. Об этом ранее в эфире телемарафона сообщил посол Германии в Киеве Мартин Йегер. Тем временем союзник Кремля, лидер Северной Кореи, понял, что с его снарядами, которые он поставляет России, что-то не так. Ким Чен Ин приказал своей армии модернизировать артиллерию, пишет The Telegraph. В оккупированном России и Крыму в ночь на 15 мая от грохота проснулись весь Симферополь, Севастополь, Евпатория и Бахчисарай. Как написал телеграм-канал Астра, местные жители насчитали около 20 ракет в районе военного аэродрома и заявляли, что оттуда были слышны взрывы, похожие на детонацию боеприпасов. Позже оккупационный губернатор Севастополя Михаил Разважаев заявил, что, мол, российское ПВО отразило атаку над акваторией и в районе аэродрома Бельбек. Однако мониторинговая группа Крымского ветра со ссылкой на данные спутниковой съемки сообщили о пожаре возле стоянок самолетов. Бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев получил новую должность при Кремле. Теперь он помощник Путина и начинает строить корабли. Патрушеву 72 года. Он продержался на своей должности ровно 16 лет. А до этого он много лет возглавлял ФСБ. Продвигает Патрушев по карьерной лестнице и своего сына, который до недавнего занимал пост министра сельского хозяйства. Как написал телеграм-канал генерал СВР, Дмитрий Патрушев должен выйти на транзитную прямую креслу главы правительства к концу года и президентству к весне следующего года. Канал обращает внимание, что Николай Патрушев сыграл практически ва-банк для усиления влияния на силовой блок и якобы гарантии президентства сына. Для этого он оставил свой официальный пост секретаря Совета Безопасности РФ, посадив в свое кресло бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу, которому, как сообщает кремлевская табакерка, такие изменения в карьере не понравились. Источники сообщают, что министра обороны уволили якобы за долговременное отсутствие серьезных успехов на фронте. Также сыграла ненаруку Шойгу и ситуация с арестом его заместителя Тимура Иванова. А тем временем новой должностью может похвастаться не только Патрушев-старший и Шойгу, но и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он также стал помощником в администрации президента, специалистом широкого профиля, судя по словам Бескова. Дюмин, новый помощник президента, будет курировать вопросы ОПК, заниматься госсоветом, курировать спорт. Повышение получил и помощник президента Максим Орешкин. Он теперь заместитель руководителя администрации президента. Пока в Кремле делят портфели, Россия продолжает жить уже в привычной жизни с пожарами, потопами и другими катаклизмами. Так, во вторник, 14 мая, в Новочебоксарске горело предприятие Химпром. Как сообщали местные жители, над городом поднимались клубы черного дыма. По данным пресс-службы завода, пожар произошел во время огневых работ по ремонту кабельной эстакады. Отметим, что во время СССР химкомбинат Химпром был задействован в производстве химического оружия. На данный момент он производит более 200 наименований химических компонентов, часть из которых применяется в производстве вооружения, в том числе бронежилетов и касок. Там, в Якутии, происходит активная фаза ледохода на территории двух районов. В МЧС Якутии заявили, что активная фаза ледохода уже длится более недели. Подтопленными остаются 109 придворовых территорий, в том числе 89 жилых домов с проживанием на их территории 320 человек, в том числе 30 детей. Жители Якутии жалуются, что если бы вовремя осуществлялся облет территории и были проведены необходимые работы, то удалось бы избежать таких потерь. Ведь в апреле власти говорили, что все находится под контролем, зная, что затор льда уже образовался. Люди жалуются, что помощи никакой от государства нет. Но мало россиянам проблем с пожарами и наводнениями, так они удавают устраивать перестрелки в, как говорится, культурной столице России, Санкт-Петербурге. Как рассказали очевидцы, один водитель выстрелил в другого из-за того, что они не могли разъехаться на парковке. В результате один человек ранен, а нападавший скрылся. Видео, подтверждающие слова очевидцев, позже появились в сети. Пока в России посреди белого дня делят место на парковке с помощью оружия, в Грузии люди отстаивают свои права и протестуют против принятия скандального закона. Но парламент Грузии их не услышал и 14 мая принял в финальном чтении законопроект о прозрачности иностранного влияния, который критики называют аналогом репрессивного российского закона об иностранных агентах. В парламенте закон принимали жарко, с драками. Сразу после принятия закона в Тбилиси начались массовые протесты. Сообщалось о задержании людей силовиками. Протесты в Грузии начались еще 17 апреля, после того, как парламент Грузии принял закон об иноагентах в первом чтении. Этот закон обязывает неправительственные организации и СМИ, которые имеют более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться как организация, которая отстаивает иностранные интересы. За нарушение закона будет грозить крупный штраф. Евросоюз, который в декабре предоставил Грузии статус страны кандидатов в Европейский блок, заявил, что принятие закона несовместимо с ценностями Евросоюза и поставил под угрозу членство Грузии в этом объединении. Враг занимает позиции в Харьковской области за счет огромных потерь в личном составе. Обновленная информация с фронта. На России горит и взрывается. Украина приближается к НАТО и Евросоюзу. Далее говорим о важном в теме дня в студии Юлия Капитонова. Российские войска заняли северную часть Волчанска, Харьковской области и обходят город с востока. В районе мясокомбината идут бои, сообщает эксперт Биль. Войска РФ пытаются обойти город в четырех километрах к востоку, где им, по данным Рёбки, удалось перерезать дорогу из Волчанска в Тихое. Под городом оккупанты захватили села Плетеневка, Огурцово, Гатище и Бугроватка. Параллельно оккупанты наступают на село Липцы, однако там они штурмуют только пехотой, без техники. На фоне мощных взрывов полицейский Денис Ярославский записал видео, где обратился к местным жителям. При этом темпы российского продвижения снизились. Это подтверждает и Биль. Одна из причин, по мнению аналитиков Института изучения войны, большие потери россиян, цель оккупантов не проникнуть вглубь региона, а создать буферную зону вдоль границы. О больших потерях россиян пишет и партизанское движение «АТЭШ» со ссылкой на данные источников и агентов. Так, наибольшие потери несут штурмовые подразделения, привлеченные к наступлению на севере Харьковской области. В результате тяжелых боев отдельные подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады, 18-й мотострелковой дивизии и 7-го отдельного мотострелкового полка потеряли боеспособность. Потери убитыми и ранеными составляют до 70% личного состава. Тем временем на России не прекращаются ЧП. Вечером 14 мая в подмосковной Балашихе вспыхнул мощный пожар на электрической подстанции, воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования. Как пишет канал Астра, местные власти сообщили о якобы коротком замыкании. Но некоторые РосСМИ написали, что был поджог. Пакт пожара подтвердил мэр города Сергей Юров. По его словам, экстренным службам удалось потушить пожар и восстановить подачу электроэнергии в домах. О последствиях возгорания не сообщается. Эта база входит в состав научно-технической службы ФСБ, где занимаются разработкой, производством и тестированием электронных носителей, программ для военных и гражданских предприятий. В ночь на 15 мая беспилотники ГУР ударили по топливной базе в пролетарском районе Ростовской области. По данным губернатора Василия Голубева, в районе нефтебазы произошло два взрыва. Далее, по словам очевидцев, на объекте начался пожар. Хотя российские власти факт возгорания отрицают. А в Татарстане сегодня нелетная погода. Местные СМИ пишут, что из-за угрозы воздушной атаки небо над Казанью и Нижнекамском закрыто. Несколько рейсов на вылет и на прилет задержаны, аэропорты не отправляют и не принимают самолеты. Также сообщается, что в Верхнеусловском районе Татарстана сбили беспилотник. Стали известны подробности ночной атаки во временно оккупированном Крыму. По данным кремлевской табакерки в результате обстрела Севастополя российские захватчики понесли серьезные потери. Армия РФ лишилась самолетов, средств ПВО и военных. Полностью уничтожен МиГ-31, повреждены три Су-27, их просекло суббоеприпасами от ракет. Также потеряны две пусковые установки ПВО, С-300 и С-400, а также радар. Погибли 11 военных. В связи с этим ударом хотим обратиться к Минобороны. Мы очень уважаем вашу работу, но когда вы рассказываете о том, что сбиваются все вражеские ракеты, а часть из них попадают по нашим объектам, это приводит к трагическим последствиям. Даже военные, о гражданском населении нечего и говорить, уверены, что все собьют, перестают пользоваться укрытиями и расслабляются. Итог – гибель людей. Под атаку аэродром Бельбек попал во временно оккупированном Крыму в ночь на 15 мая. Как сообщает Крымский ветер, после этого в течение 15 минут там продолжали взрывы потише, похожие на детонацию боеприпасов. Местные жители видели зарево. Вторая волна атаки, по данным паблика продолжалась до 2.35 ночи. Взрывы были слышны в Евпатории и в Бахчисарайском районе. Мониторинговая группа Крымского ветра на спутниковых снимках отметила три очага пожаров на аэродроме Бельбек в районе взлетной полосы и мест стоянок самолетов. Уже через час после окончания ракетной атаки по аэродрому Бельбек очагов пожара в районе стоянок самолетов стало в разы больше, а сами пожары сильнее. Стоит напомнить и о мощном ударе по секретной базе ПВО на Ай-Петре с силами обороны Украины 13 мая. Предположительно, это были ракеты Storm Shadow. В результате попадания территория военной части получила повреждения. Погиб командир базы ПВО Александр Кулаков и еще один военнослужащий есть раненый. Это подтверждают и РосСМИ. По мнению российского журналиста Майкла Наки, Ну, я так понимаю, что это продолжение подготовки к атаке по Крымскому мосту. Собственно, продолжают выстегивать российское ПВО, российские станции обнаружения для того, чтобы затем массированным ударом, комбинированным ударом, когда будут задействованы беспилотники, ракеты и морские дроны, уничтожить наконец-таки Крымский мост. Я думаю, что мы можем увидеть попытку этого в самые ближайшие месяцы. Ну, то есть, я бы ставил на то, что до конца лет эта попытка будет предпринята. До сих пор администрация Джо Байдена в качестве условия отправки в Украину оружия дальнего радиусодействия заявила, что оно не может использоваться для ударов на территории РФ. Издание «Политика» отмечает, что страна-агрессор Россия хорошо осознает это ограничение и смогла сконцентрировать по меньшей мере 30 тысяч военных и оборудования на границе с Украиной, не опасаясь поражения тактическими ракетными системами дальнего радиусодействия, предоставленными США. Обсудить этот вопрос группа украинских парламентариев вылетела в США, сообщает издание. Америка продолжает оказывать дополнительную помощь Украине для укрепления обороны и перехвата инициативы на поле боя. Артиллерия, ПЗРК, ПВО из пакета помощи уже поступают к украинским защитникам. Об этом во время своего визита в Киев 14 мая сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, он заявил о том, что США приближают Украину к НАТО и впоследствии ведут ее в альянс, добавив, что западные союзники Киева должны сделать еще один важный шаг – заставить Россию заплатить за восстановление и реконструкцию Украины. То, что Путин разрушил, Россия должна и обязана восстановить. Этого требует международное право. Это то, что заслуживает украинский народ. Наш Конгресс дал нам право арестовывать российские активы в Соединенных Штатах. Мы намерены их использовать. Тем временем Россия начала наносить удары в стиле «Хаймерс» далеко за линией фронта, пишет «Бизнес Инсайдер». Окупанты запускают увеличенное количество беспилотников за пределы украинских позиций, получая разведывательные данные о позициях критически важного вооружения и объектов. Затем эти объекты могут стать целями для атак, управляемыми тактическими ракетами. По данным издания, в течение большей части войны из-за мощной украинской противовоздушной обороны армия РФ потеряла большую часть беспилотников. Сейчас Украина пытается сосредоточиться на перехвате ракет, самолетов и «Орланов», которые блуждают над линией фронта. Это все новости на сегодня. Перед тем, как мы закончим, не забудьте подписаться, поставить лайк и включить колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий выпуск. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok